Мозырь принимает культурно-спортивный фестиваль в Итоке. Масштабный и яркий праздник под знаком 30-летия Национального Олимпийского комитета и Года Единства уже прошел в Лиде, Орше и Кобрине. Сегодня в Мозыре третий фестивальный день. В Итоке объединяет в себе спорт, культуру и национальный исторический колорит. Кроме того, это отличный повод оценить потенциал райцентров, а их маленьким жителям сделать первый шаг к спорту или творчеству. О самых ярких моментах фестиваля репортаж Анны Ковалевой. Крути давай! Ножками все время крути. Все время ножками. У многодетной семьи Соколовых в планах на эту субботу спортивный отдых. На таком фестивале говорят впервые. У 8-летней Камилы сейчас первая в жизни спортивная гонка. После велосипедной площадки спешат еще взять мастер-класс у легкоатлетов и гандболистов. Пришли в субботний день прекрасный, солнечный, с настроением провести с пользой. Нам очень нравится и детям, и маме. И также хочу, чтобы дети выбрали что-то для себя. Настроение классное, все прекрасно. Можно смело сказать, Мозыри на день превратили в арену олимпийских состязаний. В итоге собрали здесь сотни любителей активного образа жизни. Примерить разные виды спорта могли и взрослые, и дети, но особое внимание, конечно, молодому поколению. Мне понравилось, как я отбивал шайбу, когда я победил. Я хочу футбол, хочу спортсменом стать. Здесь, на главной площади столицы Полессии, расположилось более 20 спортивных логаций. Испытать себя можно буквально на каждое застарание получить специальные баллы, чтобы потом обменять их на ценные призы. Для участников фестиваля футкорта и зона семейного отдыха и выставка «Белорусские бренды». Она растянулась вдоль Припяти по набережной на сотни метров. Здесь исторический национальный колорит всех районов области. И товары под маркой сделаны в Беларуси. Причем речь не только о промышленной продукции, но и о работах ремесленников. Этот фестиваль – это возможность привлечь внимание к себе, показать, чем богата наша ельская земля. И как бы такое сделать приглашение, посетить. У нас есть что увидеть и что посмотреть. И приглашаем, милости просим. К слову, сегодня третий день фестиваля. Стартовал он с культурной программы, художественных выставок и концерта органной музыки. Далее фестиваль продолжила образовательная программа, круглые столы и диалоговые площадки. На них обсудили способы продвижения историко-культурного наследия и презентовали потенциал Гомельского региона в целом. Мозыр – четвертый город, четвертый регион, который принимает фестиваль. И сегодня можно сказать, сказать с уверенностью, что эта идея себя оправдывает. И очень отчетливо чувствуется атмосфера вот этого единения. Это большое направление, где представлены десятки видов спорта, где тренируют тысячи тренеров. Это педагоги, которые самое главное учат проходить сложности, трудности и побеждать. Это сегодня школу важно пройти всем. Мозыр функционирует. Пять школы Олимпийского резерва, училища филиала Гомельского региона. Всего у нас в области занимаются 30 тысяч подростков, которые сегодня могут спокойно себя пройти и показать в различных видах спорта, которые сегодня для нас важны, потому что через молодежь, через малое население, которое у нас тут не есть, мы можем развивать и дальше, и поднимать на высокий уровень спорта нашей страны. Кроме спортивной программы – концерт юных артистов региона. Так, в вокальном конкурсе белорусские звезды выбрали 20-ку лучших молодых исполнителей. Лауреатам дипломы, призы и возможность дальнейшего творческого развития. Также на фестивале отметили и лучших юных художников. Однозначно Гомельщина очень талантливая. Наверное, впервые у нас жюри настолько растерялось, что прям не знали, кого взять, потому что настолько крепкие, сильные, талантливые дети в этот раз приехали, что это очень приятно. Мы надеемся, что мы откроем для себя и вырастим новых талантливых ребят. Фестивальную программу в Мозыре в эти минуты завершает гала-концерт с участием арт-группы «Белорусы», «Жанет», «Ирины Дорофеевой» и других исполнителей. А в 22.30 над Мозырем прогремит праздничный салют. Уже в июле культурно-спортивный фестиваль примет Бобруйск. Своё путешествие в итоге завершат в августе. Финишной точкой маршрута станет Минск. Анна Ковалёва, Александр Мурашкин, агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова